Смертность людей в регионе от пневмонии увеличивается, и в основном по той причине, что они не получают должного лечения. На брифинге с президентом страны Акимобласти дал отчет, что все лечебные учреждения обеспечены лекарственными средствами, и что запасы их формируются за счет дополнительных бюджетных средств. А к лечению и консультированию больных привлечены резиденты из медуниверситета. Но несмотря на все это, обстановка в стационарах такая же, как и прежде. Антисанитария, все болеют, врачей нету, вообще нету врачей. Мы уже говорим, давайте будем нанимать, и своих не разрешают, но никого не пускают. А кто у вас лежит? Мать лежит. Ну, говорят, пневмония. Ну, какая пневмония, если в подушку бегаем 20 минут. Люди умирают, если честно сказать. Мы уже свои лекарства. Говорим, давайте медсестру наймем, чтобы делали. Я сюда хотел устроиться сейчас на работу, чтобы им помочь. Нету ничего. Они все прячутся, как крысы. Прячутся. И все боятся это. Говорят, вот стоят они, а толку от них нету. Это Александр Бойченко. Его мама с диагнозом пневмония лежит в областном противотуберкулезном диспансере уже несколько дней. Мужчина говорит, что боится за жизнь пожилой матери. Сам приносит нужные ей лекарства, лишь бы только ее лечили. Пытался устроиться в диспансер, чтобы помогать медперсоналу. Но в ответ слышит фразу, что все под контролем. Вот сейчас она стоит, нам и говорит, что 70-летний, 60-летний, это можно сразу вести. Да у нас очень плохо. А Ктюбинск не готов ни к чему. Да никак, вот иду и обманываю. Что я работник, то сантехник, то еще кто-нибудь. Вот еще один посетитель. С самого утра спешил узнать о состоянии своей жены, которую привезли сюда тоже с симптомами пневмонии. Бар, бар, хороват. У меня в этой больнице лежит в коридоре жена. Уже третий день. Надеюсь, ее будут лечить. Врачи вроде есть, но конкретного ничего не говорят и не впускают. В противотуперкулезную больницу во время нашей съемки несколько раз приезжала скорая помощь. А в железнодорожной больнице все двери сегодня закрыты. В приемном покое медперсонал ответил, что мест нет и больше никого не принимают. В ходе прошедшей вчера онлайн-конференции главный врач Актюбинского медцентра Рустем Исаев разъяснил, что специфического лечения от КВИ нету. А госпитализации подлежат те пациенты, у кого 5-6 дней держится температура и уменьшается доступ кислорода.